Саня, ну короче, Саня, тезка, Россия, Украина, Россия, Украина, Австралия. Саша, ты занимаешься теннисом, что это тебе дает? Счастье, уверенность, спокойствие и немного денег. Ты тренер? Тренирую. Скажи, а какая разница между Россией и Австралией в плане тенниса? Начнем даже с портов. Каких больше там или больше тут? Ну, в России и Украине очень много портов построенных внутри зала, на чем больше идет заработок, то есть это со стороны бизнеса. В плане тренировок очень сложно сказать, потому что проблема заключается в том, что если ты живешь в большом городе, это проблема транспорта, это психологическая нагрузка, это физическая нагрузка плюс дорога. То есть воспитание больших спортсменов осуществляется в каких-нибудь санаториях или где-то за городом. То есть как базы? Как базы. Или академии. Так это получается, люди отрывают от семьи в какой-то степени? Да. У них своя есть академия, у них свое обучение, тренировки, физио. То есть академия обеспечивает всеми нуждами. А здесь по-другому? По-другому? Ну, основная масса спортсменов дома, да? То есть это преимущество? Сам за себя. Хорошо. А по перспективам, ну, твои перспективы, я знаю, что ты будешь участвовать в турнире в Майе на Матворе. Кстати, приглашаю вас всех посетить, поддержать. Сашу, Саша, ты пытаешься, как бы, ты пытаешься выйти в течение года в пятьсот лучших спортсменов? Это цель, это цель. Пятьсот лучших, да? Получить первые очки и продолжить профессиональную карьеру и засветить себя уже как профессиональным турингом. Ну и там уже искать варианты, чтобы ездить по турнирам, может, как с парень даже. Я даже езжу. Слушай, а ты играешь в одиночных миксах или парами? Играю пару одиночных. Пару одиночных. Микс не играешь? Микс надо... в принципе можно играть в микс. Я бы не смог. Не смог? Нет, ну серьезно не смог. Не, ну, я не знаю, если какая-то... У меня нет сестры. Если ты не сильно серьезный в этом. У меня была проблема в детстве, я вот не мог играть с девочками. Он не мог ударить, например, сильно. Я все время... Поэтому это слабость. Поэтому ты не играешь в микс. Значит, пятисотку. То есть ты рассчитываешь, в принципе, играть за Астралию? Ну почему бы нет. Просто Астралия тебе не дает основного. Федерация не следит за своими игроками. То есть Федерация в основном делает то, что ей нравится. И... Ну а кто решает, кто выступает за страну? Результаты. То есть это как бы типа почти автоматический отбор? Ну, тут не то, что ты должен засветить свои результаты. Тут еще должно и повести, и плюс еще ты должен оказаться в нужное время в нужном месте. Хорошо. Какие корты ты предпочитаешь? Я прочитаю грунтовые корты. Почему? Потому что мне нравится игра, которая происходит на кортах. И... Интересно то, что специфика игры идет за счет тактики. Но я еще и могу играть на хардовых кортах. Где в основном идет атакующий стиль. То есть ты можешь... Вардер искусственный? Вардер искусственный. Вардер искусственный. И... Интересно еще травяное. Здесь очень развито травяное покрытие. Особенно крова есть. А вот на Янмаре, знаешь, не играет на траве. Почему? Даже непонятно почему. На Ягеле, наверное. Слушай, а... Чего хотел тебя спросить. Ты твоя, как бы, ну, изюминка в твоем стиле. Ну, допустим, я очень люблю... Помнишь Бориса Бекера, когда выходил к сетке? Угу. От тебя что? Ты любишь выходить или дальние? Я люблю подачи. Я люблю подавать. То есть ты на задней линии? Ну, и к сетке, да, да. Эйсы твои или нет? Эйсы мои. Эйсы твои. То есть ты любишь на вылет подачи? Да. Ну и добивание с лета тоже люблю. Хорошо. Хорошо. Скажи, а сколько эйсов приблизительно за игру ты делаешь? В среднем? Семнадцать, двадцать. Слушай, а это большое количество. Ты делаешь с первой подачи? В зависимости от поприятия. То есть ты хорошо делаешь с первой подачи? Да. Обычно эйсы не делают на второй. Делают уже поаккуратнее. Ну, я и делал на второй. То есть ты еще и рискуешь? Ну, любишь на скалах? Ну, кто не рискует, он не пьет шампанское. Кто пьет много шампанское, он не играет в тени. Он не тренируется, он просто играет. А ты тренируешься или играешь? Играю. Отлично. Приятно слушать. Теперь давай по учебе. Как мы уже убедились, английский у тебя нормальный. Нормальный у него английский, да? Джо? Я заметил, что у тебя почти нет акцента, скажем так. По крайней мере, русский или славянский акцент не очень лечит. Я бы, может быть, заметил акцент, но уж точно не славянский. А почему так? Каким образом ты его играл еще? Да у меня никогда его не было. А когда он был, я просто играл. У меня очень легко получалось. Я очень много смотрел фильмов с русским переводом. И там был изначально английский язык. И я как бы ловил слова и перевод. То есть ты рекомендуешь каким образом учить английский язык? Какие любимки? Ну вообще начать смотреть фильмы в оригинале. Это самое лучшее. Если не можешь в оригинале с субтитрами. Какие фильмы? Какие фильмы? Это разные фильмы? Очень хорошо помогают, например, сериалы. Например, друзья. Очень хорошо развивают понятия языка. У них очень легкая речь. То есть разговорная. То есть там нет профессиональных каких-то слов, которые тебя будут затруднять. Ну и книги? Твой любимый автор какой? Англоязычный. У англоязычных я очень мало таких вот, чтоб мне очень понравилось, что я читал. Но Тру, те, что я читал с переводом, мне очень понравилось, это Ирвин Стоун. Очень много интересных произведений, которые я прочитал. И просто мне нравится книжка, когда ты захватываешься просто с первых страниц. И я считаю, что писатель тем он интересный, когда ты не с полкниги начинаешь его постелить. А когда ты с первых страниц сразу вылавливаешь и не можешь найти. Это сокров. Да. Хорошо. Ты сейчас учишься в Куэ. До этого ты учился в Кембридже, да? В Кембридже учился? В Кембридже, да. В Кембридже. Специфика обучения английского языка. Какие какие-то хитрости, что-нибудь такое, какие-то подсказки есть? Ну, во-первых, я по первую половину учил General English, то есть мы подготавливались просто. А потом я подготавливался к экзамену C? IELTS? IELTS. Потому тогда только IELTS. Он говорит, что IELTS. И сдал? Сдал на пять с половиной. Непонятно, пять с половиной. У него яма, а не пять. И я пытался еще сдавать второй экзамен. PTI? PTI, да. Который не советую сдавать. Если хороший разговорный... Единственный, ну, два-три человека. Ну, мне очень не понравился, потому что, ну, с компьютером общение, это не для меня. Я люблю с лицами. Koe, ты уже учишься второй семестр. Первый семестр что-нибудь завалил? Нет. Что тебе? Было немножко сложно со сдачами. Я иногда... С куизами была проблема. То есть я иногда вот не попадал в дату. И когда я уже хотел сдать, ну, было уже уходно. То есть в этом плане. Ну, а так, в принципе, если ты будешь за всем следить, то есть учиться здесь, ну, не составлять никакой сложности. То есть если ты будешь посещать, ты будешь делать то, что на уроке, как минимум. То есть сдача экзаменов, есть какая-то, конечно, сложность и специфика, но это все выполнимо. А тебе не сложно, да, допустим, когда у тебя несколько, несколько экзаменов в один, два дня? Да. Или привыкаешь? Да, если ты учишься, мне кажется. Что бы ты хотел пожелать нашей аудитории? То, что я тебе хочу пожелать, хочу, чтобы наша аудитория пришла на такие матчи. И, знаешь, ну, просто приятно. Не то, что там болеть, кричать, порвать там фанатов других. Несистов. Их такое священнелезное радио. Ну, просто, чтобы была такая дружеская обстановка. Ну, да, если будет интересно, можете прийти, посмотреть. Ну, ты, кстати, выступаешь в пятницу, и дай бог, в субботу-воскресенье в Олимпик парке. Так что, ребята, если что, обращайтесь, пишите. Естественно, мы не можем вам дать визы из Украины, из России. Потому что такое обоснование. Зачем ты едешь? Ну, я хочу Сашу посмотреть на корте. Ну, это уже через щу. Вот. Но наши ребята, которые здесь сиднее находятся, добро пожаловать. Вот. Что бы ты хотел пожелать ребятам, которые едут в Австралию, вообще едут в Австралию, и едут в частности учиться? Ну, работать придется. Если я хочу добиться какого-то успеха, то есть придется работать. Но оно того стоит. То есть возограждение будет, и все оно будет легально. То есть можно добиться успеха, пойти по ступеням легальным способом и добиться очень хороших успехов. Потому что здесь очень богатые люди и живут очень прилично. И если вот пройти по улице, можно увидеть очень хорошие автомобили. И после этого начинаешь задумываться, как сделать, как и начинаешь придумывать идеи. И делаешь. И делаешь. Саша, спасибо. Надеюсь, ты не в последний раз. Потому что девчонки наверняка будут писать. Гарантирую. За хорошее вознаграждение могу дать в электронный адрес и в номер телефона. Пока.